Посетители нашего блога и постоянные новые гости признавались в любви к этому жанру, перечисляли своих любимых авторов, лучших авторов всех времен и народов. Особенно часто встречались такие имена, как Лем, Гаррисон, Шекли, Саймак, Брэдбери, Азимов. Перебрали практически всю классику. По поводу современных авторов люди настроены более скептично. Вот процитирую мнение и вопрос от Юлии Литвиновой. «Я до сих пор остаюсь потенциальным читателем современной фантастики, так как очень часто слышу от мужа, настоящего знатока и ценителя жанра, следующее мнение. Советская и зарубежная научная фантастика XX века была и остается пророческой, творящей современную реальность, в то время как современная фантастика – коммерческий проект, и в ней мало будущего». Вы можете с таким высказыванием согласиться? Я могу согласиться, но отчасти. Что означает коммерческий проект? Ведь, наверное, сейчас где-то в Лондоне или в Нью-Йорке группа авторов сочиняет какой-то роман под условным названием, ну, допустим, «Эбола возвращается», где описывается жизнь… В 2005-м годе. Да, в 2005-м годе, где описывается жизнь людей после того, как люди победили эту «Эболу», допустим, описывается опустевшая планета, вот, но прилетают какие-то неземные существа, и вновь, значит, какой-то страшный вирус распространяют среди нас. Ну, Вось, вы рассказали, я думаю, что книжка с'явится уже, вы идея поддали? Ну, наверное, я в этом не сомневаюсь, потому что, значит, слово это, наверное, самое рейтинговое сейчас, вот, и, безусловно, на него будут реагировать крупные мировые издательства. А чему вам не написать книжку про это? Да, я хочу сказать, что значит коммерческая книга, ведь она может быть написана талантливо, можно на эту же тему написать скучным бытовым языком, а можно написать образно, динамично, с яркими персонажами, с какими-то сюжетными неожиданными поворотами, с какой-то необычной логикой и так далее, и тому подобное. И мы получим произведение, которое, может быть, станет классикой.